И так, ну что ж, Арияру, мои маленькие любители покушать и этих безумно сложных и логических схем. У микрофона, как всегда, ваш покорный слугам Амору, и это великолепная сборочка Факторио с модом Кроссторио 2 и Спейс Эксплорейшн. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие маломальские изменения. И как вы можете видеть, наша сейчас база выглядит совсем немножечко по-иному. А именно, я вот увеличил пространство, которое у нас есть сверху. Увеличил я его на совсем капелюшечку, а именно на расстоянии примерно одного радара, который у нас есть. Это стоило мне больших усилий, ведь здесь было полчаса кусок, и как мы можем видеть, чем дальше мы будем отодвигаться от дома, тем этих кусок будет становиться еще больше. И с этим нужно как-то бороться. И бороться с этим, если я все правильно понимаю, нам поможет вот такая вот универсальная вещь, как артиллерия. Но для нее понадобятся космические исследовательские пакеты. Это, грубо говоря, следующий вид колбочек. И чтобы его получить, нужно прям очень сильно постараться. И если я все правильно понимаю, нам потребуется куча новых исследований и куча новых технологий изучить для того, чтобы дальше отправиться в космос. То, что касается схем, которые у нас были до этого изучены, и технологии, которые можно было изучить, я уже все изучил, и все успешно здесь функционируют. И все работает. И для того, чтобы начать что-то делать новое, например, отправлять в космические корабли и бродить просторы вселенной, нужно завершить постепенно то, что мы хотели в предыдущих частях. А именно я давно хочу начать производство синих микросхем. И чтобы они успешно функционировали на базе. Для этого нужно сделать добычу редких металлов, а для их добычи потребуется в обязательном порядке организовать добычу хлора и хлороводорода в частности. Как я погляжу, единственная возможность у нас добывать хлор, это водный электролиз. То есть, грубо говоря, мы будем воду и песок перерабатывать на хлор и водород. Водород в этом случае, я думаю, мы будем сжигать, а лучше мы будем сжигать его излишки, ведь, возможно, он где-то нам понадобится. А хлор будем в обязательном порядке складировать. Ну, в таком случае, пойдем искать новое место для строительства и организации новой схемы. Получается, у нас должно быть 14 заводов электролиза в одном ряду, чтобы забирать полностью один готовый конвейер с песком. Поезда я уже здесь подготовил себе. И останется только вывести все необходимое в плане электролиза. Подключаю последнюю трубу. Значит, все абсолютно заводы электролиза начинают свою работу. Хлор и водород появляются. Останется мне вывести только к этим станциям. Станция с хлором готова. Здесь я не хочу, чтобы у меня какие-то логические условия выполнялись, но на всякий случай сравнивающий комбинатор здесь, конечно же, оставлю. Потому что пример, как должна работать схема с хлором, у меня уже в голове зашита. И я не хочу пока что ее как-то особо менять. И пока мы оставим это все как есть. И уже дальше, если все это безобразие у нас устраивать не будет, обязательно это исправим. Хотя я больше чем уверен, количество хлора, которое здесь мы будем добывать, хватит абсолютно на все добывающие нужды. А вот уже если нам приспичит добывать сам хлороводород, это уже совсем другое дело. И как быть в данной ситуации, это уже совсем другой случай. Станцию же с водородом. Я обязательно подключаю уже и к сети поездов, и ко всему на свете. И здесь сделаю точно такую же систему с числовыми индикаторами, чтобы считывать количество водорода в системе. Ведь мне абсолютно весь водород, который здесь будет производиться, понадобится зажигать в обязательном порядке через какое-то время. Как у нас состоят дела по хлору. И как я вижу, он в принципе скапливается достаточно медленно. Поэтому я сразу беру вот эту штуку и тиражирую. У меня все равно последние вот эти вот электролизеры докрафчиваются. В принципе водород, я как погляжу, здесь не особо-то быстро создается. Возможно потому, что я здесь пытаюсь все-таки увеличить количество электролизеров. И все идет очень крайне медленно. Как бы то ни было, я здесь установлю помпу, которая будет работать на логическом условии. Выходной сигнал у нас здесь А. И А идет в процентах. Если процент содержания водорода в резервуаре больше или равен, скажем, 90%, то мы будем этот весь водород сжигать. Кардинальный, конечно, метод. Но из-за того, что нигде этот водород по сути не используем, это единственный способ от него избавляться. Сжигать я, конечно же, буду при помощи факельных труб. И я думаю, вот такого количества этих труб здесь будет за глаза. В принципе, все электролизеры достроились сейчас. Скорость до безумия маленькая. Обоих этих ресурсов. Но, тем не менее, даже так хлор умудряется начинать скапливаться. И уже 6% от общего вместилища здесь. Значит, я могу здесь размещать свободный электровоз с жидкостными вагонами, который будет отвечать за хлор. И большая часть времени этот поезд будет чилить именно на этой станции. В отличие от всех остальных. То есть, допустим, здесь я сейчас организую станцию, которая будет заниматься добычей. И здесь у меня рядом будет станция, которая будет отвечать за то, чтобы доставлять сюда хлор. И поезд сюда будет приезжать только в том случае, если на этой станции будет малое количество ресурсов. А в оставшееся время он будет стоять именно здесь и ждать своей очереди. В случае, если, допустим, у меня будет этих станций несколько. Вот здесь вот, допустим, на пути их уже у меня намечается как минимум 2 штуки. То поезд будет приезжать именно только когда хотя бы на одной из станций будет необходимость ресурсов. В случае, если он нигде не нужен, он будет постоянно стоять здесь. И как мне кажется, это идеальная для этого всего логика. Ну а сейчас мы берем поезд и бежим организовывать добычу драгоценных металлов. Я понимаю то, что сейчас поезд из-за того, что здесь стоит, он немножечко перегораживает все, что только можно. Но ничего страшного. Мы здесь крайне временно. Потом в обязательном порядке мне нужно будет заняться тем, чтобы перестроить вот эту станцию. И сделать ее более красивой, что ли. Наконец-то я более-менее доделал схему. Вот здесь, получается, должна быть станция. Сейчас останется размещать последние конвейера. И будем заниматься остальной настройкой. Здесь должна быть обязательно система по разгрузке жидкости. Здесь, получается, я размещаю обычный арифметический комбинатор, в который мы должны запиховывать условия, выходящие из вот этого огромного резервуара. То есть, когда хлора в нем меньше или равно, так как я не сделал процентное соотношение, он, скажем, 25 тысяч. То есть, примерно объем одного вот такого малого резервуара. И когда это условие выполняется, мы должны включать нашу ЖД-станцию, и чтобы сюда пригонял поезд. Сейчас здесь хлора больше, и все правильно, станция выключена. Поэтому я беру просто и организую вот эту подачу хлора на нашу станцию будущую, где будут добываться металлы. И вот, организовала я добычу. Вроде тут все влазят редкие металлы. Из-за исключения небольшого количества, которое находится под солнечными панелями, но в этом ничего страшного. Хлор, по идее, подведен. И сейчас я размещаю здесь последнюю трубу. По единой системе распределения хлора весь необходимый газ распределяется равномерно между всеми бурами. И они потихонечку начинают добывать редкие металлы. Они идут, объединяются в единую линию благодаря балансиру, и поступают уже в эту систему, где будет происходить загрузочка. Сейчас я изменю вот здесь вот параметры на необработанные редкие металлы. И могу успешно забывать про вот эту систему, пока не добудется необходимое количество ресурсов. И сразу, чтобы жизнь медом не казалась, я хотел бы и вот эту вот жилу объединить вместе с вот этой. В одну. Они делают две разные станции. Расстояние между ними не такое уж и большое, и всего лишь тут около сотни конвейеров придется разместить для того, чтобы это все объединилось. А делать отдельную станцию вообще никакого смысла не имеет. Ведь, по сути, она большую часть времени будет тупо простаивать из-за небольшой скорости добычи. И здесь их, по сути, не так уж и много, этих материалов, чтобы как-то отдельную систему для этого делать. Вот уже и вторая часть получается организованная, и редкие металлы здесь добываются. И если так посмотреть, то вполне хватает скорости одного конвейера, чтобы со всей этой жилы добывать ресурсы. Возможно, в будущем, когда вырастет скорость добычи, возникнут какие-то проблемы, и скорость добычи немножечко упадет. Но, тем не менее, она будет ограничена только скоростью конвейера. И, если что, можно просто их несколько поставить. Как я вижу, скорость добычи здесь крайне мала, но рано или поздно она возрастет, и просто нужно подождать какое-то время. То есть, грубо говоря, хлор я выполнил, добычу редких металлов я выполнил, осталась переработка и синяя схема. Насчет переработки я заморачиваться не буду. У нас здесь уже есть успешная схема, которая полностью себя зарекомендовала в этом плане. Осталось лишь уточнить немаловажный нюанс по соотношению. Да, я был прав. Соотношение печек немножечко другое, чем на железе. На железе используется 40 печек, чтобы забирать с одной линии конвейера. А здесь для 40 печек нужно 1,7 необработанных редких металлов. И всего лишь 24 печки нужно на необработанные редкие металлы, чтобы их полностью переплавлять. Поэтому мы копируем вот эту схему с той мыслью, что обязательно нужно ее видоизменять. Лучше, думаю, даже построить заново схему. Ведь в любом случае не получится так просто взять и переделывать все провода, как я этого так хочу. И нужно будет в любом случае этого выстраивать абсолютно все заново. В итоге я организовал переплавку. Выглядит она вот таким вот замечательным образом. Здесь уже стоит поезд, готовый к отправке. Мы его отправляем сюда на станцию. И ждем, когда он полностью здесь начнет загружаться. Ну вот и приехали. Разгрузка организована. И переплавка успешным таким образом пошла начинаться. Поезд уже уехал. А значит, по сути, там есть еще ресурсы, которые можно сюда доставлять. В принципе, я не знаю, насколько это много-немного ресурсов, которые здесь получаем в итоге. Главное, чтобы вся эта переплавка работала. В соседнем же блоке сейчас надо организовывать добычу итогового ресурса, который мы должны здесь получать. Это процессоры. Для них еще нужна серная кислота. Вот, кстати, об этом я не подумал. Надо вспомнить, я ее где-то добываю в итоге или нет. Оказывается, да. У нас есть серная кислота, и она добывается. И раз у нас серная кислота имеется, значит, по сути, осталось рассчитать схему и ее воспроизвести для добычи и получения процессоров. И вот так вот выглядит вся схема. Здесь, грубо говоря, у меня есть красные схемы и драгоценные металлы. Все это сортируется. По единой линии в итоге я решил отправлять это все в сборочные автоматы, в которых собираются все эти предметы. То есть, грубо говоря, здесь идет единая линия. Можно было как-то сэкономить и пустить двое линии конвейеров, при этом использовать 80 фабрик в одном ряду. Но я посчитал это нецелесообразным. В целях, возможно, экономии места. И так здесь получилось разместить от 240 фабрик. Кто меня там грызет? Ах, вы же засранцы такие. Поскорее бы выйти в артиллерию. Вот эти постоянные кочевые набеги, конечно, доставляют неприятности. Как бы я от них не старался тщательно защищаться. Эта схема сейчас не работает. Сугубо потому, что я не подвел сюда хлор. Но как только я размещу вот здесь трубу, хлор пошел по проводам, и все схемы постепенно начинают свою работу. Получается, с ближней линии они все забирают, и с помощью моей любимой схемы выгрузки это все выгружается. В едином ряду у нас получается, что размещено ровно 40 сборочных автоматов. И вот они, синие микросхемочки, успешно пошли, а значит мы их можем собирать и крафтить все, что нам заблагорассудится. Давайте здесь вот галочку мы поставим, потому что это выполнили. Переработку тоже выполнили. И в принципе у нас уже практически вот-вот все готово для запуска человека на орбиту. Мы вместе с вами сможем отправиться на орбиту Навиуса. А именно я хочу в первую очередь посетить вот эту станцию. Здесь, как я погляжу, очень много чего интересного находится. Но самое интересное, что я здесь вижу, это 5 синих сундуков. Это самая необходимая вещь, которую я хочу здесь залутать. Ну а также одна из основных причин, почему я хочу туда отправиться, это невозможно здесь сделать некоторые вещи. Например, здесь нам потребуется для создания белых схем, допустим, те же самые космические конвейеры, которые крафтятся только в космических сборочных автоматов. А эти космические сборочные автоматы, хоть мы и можем создавать на Навиусе, размещать при этом мы их на Земле не можем. А значит, размещать их придется на космической станции. Я уже сделал все необходимые расчеты и уже предмерно продумал схему, как мы это все будем туда отправлять. Но получится это у нас, не получится. Что из этого выйдет, мы узнаем уже в следующих сериях. Ну и в таком случае, пожалуй, пока что на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона было, как всегда. Ваш поклонный слугам Амор и эта великолепная база. Всем удачи, всем пока. Пока-пока. Продолжение следует...